Строительство, коммунальное хозяйство, энергетика, ликвидация чрезвычайных ситуаций, тарифы, энергоэффективность. Все эти сферы координирует заместитель председателя правительства Республики Коми, министр строительства и ЖКХ Коми. Такая масштабная зона ответственности, а потому колоссальные финансовые вливания и объем работ. Централизация средств и установка четких приоритетов сегодня таковы задачи. Повышение эффективности работы – главная идея создания нового предприятия Коми-водоканал. Он объединит Сыктывкарский и Воркутинский водоканалы, а в перспективе Печорский и Интинский. В целом, на ближайшие пять лет на модернизацию водоканалов и системы водоотведения Республики запланировано более 27 миллиардов рублей. Создание крупной региональной структуры – это эффективный управленческий подход, вливание федеральных средств, повышение качества водоснабжения и решение кадровых проблем. Сразу несколько задач стоит перед крупнейшим объединением. Однако это возможно в случае передачи акции Сыктывкарского водоканала в государственную собственность. Так появятся возможности для привлечения федеральных средств и региональных вливаний. Андрей Чибисов обращает внимание. Переброса средств с водоканала одного города на другой не будет. У каждого будет свой бюджет и своя ремонтная и инвестиционная программы. Причина создания Республиканского водоканала – это общероссийская тенденция. Большинство регионов идут этим путем. Это существенная деградация кадров в малых населенных пунктах и даже в небольших городах. Город с населением до 100 тысяч жителей на сегодняшний день не может себе позволить содержать высококвалифицированный инженерно-технический состав. Укропнение водоканалов – это естественный выход из этой ситуации. Мы предложили создать КОМИ-водоканал на базе Сыктывкарского водоканала. С Советом города целый год мы ведем эту дискуссию чуть более, чуть менее активно. На сегодняшний день остановились на том, что город готов передать водоканал. В КОМИ строительный бум в социальной сфере. Хоть работников и не хватает, но объекты возводятся. Андрей Чибисов, оценивая ситуацию в целом, делает выводы. Надеюсь, что в ближайшие пять лет каждый человек сможет увидеть реальные изменения в материальном плане. Реальные изменения и города, и качества водоснабжения, и качества дорог. Я, кстати, хотел бы отметить, что я недавно на эту тему размышлял, начиная, наверное, с 2000... А я в отрасли работаю с 2004 года. Я занимаюсь только коммунальным хозяйством, строительством и эпизодически дорогами. Дорогами то чаще, то глубже, то менее глубоко. Но коммунальным хозяйством и строительством я занимаюсь с 2004 года, не меняя направление деятельности. Так вот, где-то годы с 2006-2007 я могу однозначно сказать, что у нас каждый год качество жизни улучшается. Мы просто очень быстро к этому привыкаем. Но у нас каждый год все направления жизнедеятельности становятся чуть лучше. Может быть, какое-то муниципальное образование опережает в своем развитии, какое-то отстает. Самая масштабная сфера работы ведомства – ремонт и строительство дорог. На сегодняшний день лишь треть регионального полотна соответствует нормативам. До 2030 года стоит задача вдвое улучшить этот показатель. На ближайшие годы запланированы значительные суммы. Если в этом году дорожный фонд составляет 7 миллиардов, то уже в следующем – 11 и далее по нарастающей. 19 миллиардов дополнительно выделит федеральный центр. Средства уже согласованы. Самый проблемный участок, который мы выявили в прошлом году, это участок Чикшина-Кожва, который, собственно, замыкает трассу Сыктывкар-Печора. Вот эти 40 километров дороги, которые находятся в переходном типе покрытия, они очень нагружены транспортным потоком. Там, наверное, самая высокая пропускная способность на дорогах с переходным типом покрытия. Принято решение делать его в асфальте. Мы рассчитываем, что стоимость строительно-монтажных работ будет порядка 3 миллиардов рублей, может быть, плюс-минус. И с 2025 года мы эти работы выполнять начнем. Не уверен, что мы за 2025 год сможем положить 40 километров дорог. Средства у нас есть, просто не уверен, что мы успеем 40 километров положить при наших погодных условиях. Но к 2026 году точно мы сделаем этот участок в асфальте. В этом году начнется ремонт трассы Сыктывкар-Кудымкар. О плачевном состоянии дорожного покрытия поднимало вопрос руководитель Кайгородского района на одной из встреч с журналистами. Трассу регионального значения еще год назад планировали передать на федеральный уровень. Но Москва после долгих раздумий приняла решение не принимать региональные дороги. Мы в течение трех лет пытались передать эту дорогу в федеральную собственность. Был протокол, подписанный главой республики и руководителем Росавтодора Новиковым Романом Витальевичем, о передаче этой дороги. Она должна была быть передана в 2023 году. Но в связи с изменением экономической и политической ситуации в мире вице-премьером Марат Шахзиановичем Хуснулиным было принято, дано поручение сначала приостановить передачу дорог из региональной собственности в федеральный. А вчера на совещании он сказал о том, что не просто приостановить, а прекратить. То есть в ближайшее время дороги из региональной собственности в федеральную передаваться не будут. Поэтому, поняв ситуацию с тем, что федералы нам не помогут с содержанием этой дороги и приведением ее в нормативное состояние, мы включили ее в пятилетний план дорожной деятельности. В этом году мы выделяем чуть более 500 миллионов рублей на ремонт этой дороги. Мы сделаем в общей сложности 22 километра на дороге Сыктывкар-Кудынкар. До конца следующего года мы выделим еще в совокупности около 900 миллионов рублей. Строительство инфекционной больницы – этот вопрос журналисты не могли оставить. Долгожданный объект наконец-то близится к завершению. На сегодняшний день готов так называемый конструктив. Здание из шести этажей на 22 тысячах квадратных метрах. В зиму объекты должны войти уже с отоплением. Весь строительный объем мы планируем завершить, наверное, к сентябрю-октябрю 25-го года. И открытым остается вопрос приобретения оборудования медицинского. Потому что у нас деньги на стройку есть в полном объеме. А деньги на оборудование, у нас же объект строится в том числе за счет федеральных средств. Так вот, в федеральном бюджете деньги на оборудование предусмотрены в 27-28 годах. Республика сейчас ведет переговоры с Минздравом и Минстроем России, дабы сдвинуть финансовые сроки на поставку оборудования на 25-е годы. Если федералы пойдут навстречу, то уже осенью следующего года новая инфекционная больница распахнет свои двери. Татьяна Супряткина, Олег Юшков, Телеканал Юрген.